МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Депутатское решение главой столицы Республики стал Олег Картунов. Движение «Вверх» на заседании Высшего экономического совета Чувашия обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в Алатыре. Жизнь на экране в Чувашии прошел Всероссийский фестиваль уличного кино. Положению дел в муниципалитетах Чувашии посвятят несколько заседаний Высшего экономического совета. В комплексной программе социально-экономического развития Республики районы занимают целый раздел. В нем учтены инфраструктурные проекты, реализовать которые предстоит в ближайшие пять лет. На этот раз совещание посвятили Алатарю. В Алатаре из года в год наблюдается демографическая яма. Город занимает третье место в Республике по миграционной убыли. Причина очевидна. Низкая заработная плата, отсутствие достойной работы. Бюджет Алатаря дотационной. Сумма собственных доходов, поступивших в бюджет за 9 месяцев, составило 97,5 миллионов рублей, что на 10% меньше прошлогоднего. Оборот предприятий за 8 месяцев года снизился на 6% по сравнению с прошлогодним периодом. Кроме того, в Алатаре солидная кредиторская задолженность за поставку природного газа. Не хватает средств на строительство жилья детям-сиротам и многодетным семьям. Очевидна экономика районов стагнации. Выйти из нее помогут новые инвестиционные проекты. Некоторые из них уже обозначены в комплексной программе развития. Например, выпуск комплектующих для железнодорожных вагонов на Алатарском механическом заводе. В 2020 году мы совместно с федеральной грузовой компанией начали проект по производству скоростных тележек. Общие инвестиции в данный проект должны были составить порядка 189 миллионов рублей. В дальнейшем, как будет меняться инвестиционная программа, будет зависеть от того, как пройдут испытания уже первых образцов, которые мы буквально в понедельник поставили в институт для проведения испытаний. Если испытания будут положительны, то на следующий год у нас по предприятию заказов будет порядка 1200. В производстве скоростных тележек участвуют 6 предприятий со всей России. Часть комплектующих вынуждена закупать за рубежом. Надо активно заняться импортозамещением. Так будет легче организовать полный цикл изготовления тележек в «АллатРе». Без льготных кредитов сделать это будет непросто. Возможно, статус «Моногорода» поможет в решении этого вопроса. Есть множество программ поддержки «Моногородов» через фонд поддержки. Для того, чтобы работал в «Моногороде АлатРа» проектный офис, прошли обучение люди в «Сколково». Проектный офис по развитию «Моногорода», который обобщает все те проблемы, о которых вы обозначили. А из тех проблем, которые вы обозначили, большинство могут быть поддержаны фондом развития «Моногородов» через очень льготное финансирование, синхронизация их с фондом развития промышленности для реализации частных инвестиционных проектов. Мы только за счет вот этих возможностей получим колоссальную форму поддержки всех тех проблем, которые вы сейчас обозначили. Одна из серьезных проблем «АллатРа» – водоснабжение. В этом году начнутся работы по расчистке русла суры для водозабора. Средства на это выделит республиканский бюджет. Будет разработано проектные, конкретные проектные решения. Они сегодня приняты. В принципе, в 2020-2021 год они будут реализованы. Там были спорные вопросы, на самом деле. Просто намывать песок или немножко сместить русло. В принципе, решения на сегодняшний момент есть. Обсудили вопросы строительства в «АллатРе» подъездных путей к индустриальному парку, модернизации тепловых сетей, обновление хирургического комплекса районной больницы, школы искусств, дворца культуры, средних и спортивных школ. Очень многое зависит от инициативы местной администрации. Надо активно искать инвесторов, а не занимать выжидательную позицию. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Сегодня состоялось первое заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Стало известно имя нового главы столицы республики. Им стал Олег Картунов. За его кандидатуру проголосовали 33 депутата из 42 присутствующих на заседании. Избранный глава уже принял присягу. Впереди много целей и планов, огромный объем работы. И я в полной мере чувствую и осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности. Уверен, что наша совместная слаженная работа будет направлена только на служение интересам жителей города. Участие в первом заседании ЧГСД седьмого созыва принял и глава Чувашии. Олег Николаев пожелал новому главе столицы республики и обновленному депутатскому корпусу всегда быть на страже интересов избирателей и совместной продуктивной работы. Перед нами стоит очень большая важная задача сделать за тот период, пока вы будете обладать полномочий депутатов, реализовать те мероприятия, которые заложены в комплексную программу развития, в данном случае больше бацарных, в целом программу республики. И эти мероприятия должны очень серьезно видоизменить первоначальный, конечно же, облик города. И в итоге условия проживания и качества жизни каждого гражданина ЧГСД с жителей города ЧГСД. Это хорошо, что в одной команде плечом к плечу будут работать старейшины депутатского корпуса и молодые, отметил Евгений Кадышев. У нас задача одна – благосостояние граждан, красота нашего города, развитие нашего города. И поэтому такая преемственность, что молодой, инициативный, амбициозный человек с хорошим образованием приходит на эту должность, на эту общественную работу, тяжелую работу. Кроме того, после девяти лет работы в статусе главы администрации сложил полномочия Алексей Ладыков. Временно исполняющим обязанности главы администрации города назначен Владимир Филиппов. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Республика. Минсельхоз Чувашии подписал соглашение с ведущими предприятиями агропромышленного комплекса. В залегации республики во главе с министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым посетила Агросалон 2020. Самую масштабную в России и странах СНГ международную выставку сельхозтехники она прошла в Москве. Там подписали ряд соглашений по взаимному сотрудничеству и внедрению передовых технологий с предприятиями Ростова, Петербурга, Республик Татарстан и Беларусь. Ветхое и аварийное жилье – предмет многих судебных споров. Варианты предоставления жилой площади взамен зачастую не устраивают граждан. Об одном из конфликтов, не прошедших пока решения в нашем сюжете. Эльмира Николаева живет в Козловке уже много лет. Это общежитие построено еще в 50-х годах. Некогда тут кипела жизнь, а сегодня полное запустение. Везде сырость, плесень и крысы. Вот уже несколько лет женщина живет в условиях, непригодных для жизни. Кробля регулярно протекает, износились коммуникации, перекрытия сгнили. А фундамент полностью просел. Мы проживаем в этом, ну, в общежитии, в бараке, можно сказать, 1997 года. У нас семья, муж и двое детей. Младшему было год и три месяца, когда нам дали эту комнату птицефабрикой Козловской, когда я работала бухгалтером. Ну, комната маленькая, 18,9 квадратов. Сейчас муж на заработках. Сыновья один учится, другой служит по контракту. Еще в 2016 году по региональной программе по переселению граждан из аварийного жилого фонда все жильцы этого дома получили благоустроенное жилье. Там у нас было где-то 14, по-моему, семей. Они все давно уже переселились. У нас в общей сложности где-то по программе переселения переселялось почти 450 человек. Есть решение районного суда, есть решение Верховного суда, что иск администрации Козловского городского поселения удовлетворить. И она должна со своей квартиры, аварийной, непригодной для проживания, перейти сюда. Но то жилье, что ей предложили, Эльмиру Николаеву не устраивает. Она трижды обращалась в суд, но так и не добилась желаемого. Мы не согласны. Это жилье, оно непригодное для семьи нашей. На четверых, вы поймите, это даже санитарная норма на одного человека в шесть квадратов. Это получается временное жилье дает санитарной нормой, а нам дают на постоянное жительство. Это на всю жизнь жилье получаешь. И поэтому мы хотим подать касации. Пока вот на руки не получили решение, ждем. Администрация не раз предлагала женщине разные варианты для переселения. Один из них – благоустроенная комната площадью на 10 квадратных метров больше, чем прежняя. Но и она ей не подошла. Весной этого года суд вынес решение, согласно которому Николаевы обязаны освободить жилплощадь. Находиться в аварийном доме просто опасно для жизни. Есть судебное решение, решение Верховного суда, согласно которому она подлежит выселению из аварийного жилья, потому что действительно там невозможно жить. В любое время может рухнуть стены, рухнуть потолок. И, соответственно, она обязана переселиться в ту квартиру, которая ей предложена со всеми удобствами и так далее. Я думаю, что здесь закон есть закон, закон он един. И здесь может вплоть до того, что применятся судебные приставы. Эту квартиру она может в последующем приватизировать, продать и деньги пустить или на улучшение своего жилищного положения, или стоять в очереди на улучшение жилищного положения и, соответствующим образом, получить более просторную квартиру. Этот вопрос не отпустим на самотек. В течение, наверное, ближайших месяцев этот вопрос обязательно должен быть решен. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения распахнул свои двери после реконструкции. Теперь это клуб по интересам. У проекта говорящее название «Мой социальный центр», а это значит, что каждый посетитель найдет себе занятие по душе. Зачем сидеть дома, если здесь столько возможностей? Тихая гостиная для шахматно-шашечных турниров и литературных вечеров, актовый зал для лекций, концертов, встреч, творческая мастерская для любителей рукоделия. Ежедневно к нам в учреждения, в этот мой социальный центр планируется приходить от 45 до 50 человек. В течение года мы планируем охватить более 300 человек, жителей нашего города. Один из любителей проводить свободное время в социальном центре – Николай Петрович Ермолаев. Активный пенсионер, поет в хоре, ветеранов занимается в театральной студии. Приходим в свободное время, когда нечего делать, встречаться с своими друзьями, знакомыми, играем в шашки, в свободное время, музыку слушаем здесь, мы поем. Проводим хорошее время здесь, специалисты, которые тут работники, очень такие вежливые, хорошие, встречают душой, приятно сюда приходить. Открытие подобных центров планируется также в Алатре, Канаше, Козловке, Новочебоксарске и Чебоксарах. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Сегодня служба занятости Чувашии развивается как полноценное кадровое агентство и поддерживает не только безработных, но каждого, кто хочет расти профессионально и реализовать себя как владелец бизнеса. Для тех, кто сегодня находится за чертой бедности и не имеет стартового капитала, но хочет работать на будущее своей семьи, предусмотрена помощь на основании социального контракта. О механизме реализации такой поддержки в нашем следующем из реали. С этого года любой житель Чувашии из малообеспеченной семьи может заключить социальный контракт по одному из четырех направлений. Одно из них – открытие своего дела. На осуществление предпринимательской деятельности единоразово выделяют 250 тысяч рублей. С октября 2020 года в этом виде помощи произошли изменения. Если раньше средства по соцконтракту выдавались только на открытие ООО или ИП, то теперь помощь могут получить и желающие стать самозанятыми. 250 тысяч рублей может получить любой человек из малоимущей семьи, будь то безработной или трудоустроенной. Хочу акцентировать внимание, что эти средства выделяются только тем гражданам, которые еще не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Сначала нужно обратиться в отдел социальной защиты, зарегистрироваться в качестве малоимущего, то есть это тоже определенная процедура, нужно подать документы. После этого подписать социальный контракт на содействие предпринимательской деятельности и только после этого регистрироваться. Самозанятым может стать любой гражданин, производящий какие-то товары на продажу или оказывающий услуги безнаемных работников. Он работает один, ему не нужно искать помещение под офис, покупать кассовый аппарат, с него не требует уплата страховых взносов, отчетов и деклараций. А учет доходов и уплата налога от 4 до 6% происходит через мобильное приложение. Сумму, которую ему необходимо, участник социального контракта выбирает сам, но она не должна превышать 250 тысяч рублей. С этими гражданами подписывается социальный контракт, где как раз и написано, что средства он должен потратить только на те цели, которые прописаны в бизнес-плане, не должен закрывать свою деятельность ранее, чем через 3 года. Напоминаем, что по другим трем направлениям социального контракта граждане из малоимущих семей могут трудоустроиться, бесплатно получить дополнительное образование и пройти стажировку с последующим трудоустройством. При этом в течение года они получают стипендию или прибавку к зарплате в размере 10 130 рублей. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, многодетные с четырьмя и более детьми и работающие инвалиды, воспитывающие детей, тоже могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Всего с начала года в Чувашской республике социальный контракт заключили 4572 человека. 266 из них уже получили по 250 тысяч рублей на открытие собственного дела. Всего на поддержку будущих предпринимателей Чуваши запланировано направить более 110 миллионов рублей. Надежда Яковлева, Юрий Марков, Республика. В этом году исполнилось 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В России нет семьи, которую не затронула бы война. Об экипаже братьев Зайцевых в нашем сюжете. Юрий – сын одного из братьев Георгия. Отец очень много рассказывал о войне. Все пятеро были танкистами, но четверо сражались в одном экипаже. Такое встретишь нечасто. О ратном подвиге земляков много писали в газетах. Они стали героями книги. Это мой отец Георгий. Совместных семейных фотографий немного. Юрий бережно хранит вот эту, где отец рядом с мамой. На войну братья ушли почти одновременно. И волею судьбы четверо попали в один танковый экипаж. Всеволод – командир, Валентин – механик-водитель, Леонид – башенный стрелок, а Георгий – радист-пулеметчик. Рассказы братьев о войне помнятся до сих пор. Такой случай был у них. Прямо в ствол танка попал немецкий снаряд. А воевать-то нечем уже. И им пришлось прямо в бою заменить ствол танка. И дымовые шашки поставили вокруг танка и заменили ствол танка. И опять ринулись в бой. Самый старший брат Анатолий. Он на Курской дуге воевал. Он раз там в боевой позиции обнаружил, там в кустах замаскированные вот эти немецкие там, это стволы увидел. И там он раз этот снаряд послал туда. И там первый не попал, а там второй попал. Потом еще другие там эти танки, там пушки показались. И потом он их тоже это таранил, это вводил из строя Анатолий тоже. Севолод и Леонид, они дошли до Берлина. А отец он это тяжело раненый, там это двое, кажется, в 44-м году это из-за тяжелого ранения демобилизовали. Все пятеро братьев выжили в этой страшной войне. Материалы, документы, вырезки из газет. Небольшой семейный архив Юрий бережет, как зеницу ока. Ведь они свидетельства ожесточенных боев и сражений, ежедневных солдатских подвигов. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. Робототехника, танцы, театральные студии, спортивные секции и многое другое. Получить детям бесплатно дополнительное образование можно. Нужно лишь зарегистрироваться на электронной площадке «Навигатор». О том, как и где это сделать, расскажет Ольга Семенова. Количество предлагаемых услуг для разностороннего развития детей растет с каждым днем. Для того, чтобы они стали доступны всем, уже второй год работает электронная площадка «Навигатор». Для того, чтобы пойти в какой-нибудь кружок или секцию, нужно лишь зарегистрироваться. В системе предусмотрен фильтр, где можно задать необходимые параметры. Возраст ребенка, способности, особенности здоровья и программа сама подберет варианты. Удобно то, что все было на этом сайте показано. Были все кружки. Можно было выбрать, например, любое место и посмотреть, что же там делают, что преподают, какие преподаватели. Даже вплоть до того, что были отзывы. Поэтому для меня это была большая помощь в выборе для нас с ребенком, куда пойти. На портале «Навигатор дополнительного образования Чувашской Республики» размещен видеоурок для родителей с подробной инструкцией по регистрации и получению сертификата. Возраст обучающихся от 5 до 18 лет. На сертификате лежит сумма в 2000 рублей, которая выделяется на один год. С его помощью можно оплатить обучение ребенка частично или в полном объеме, в зависимости от выбранной секции. Самое же главное для родителей и особенно детей выбрать нужное направление развития. В Чувашии в седьмой раз проходит Всероссийский фестиваль уличного кино. Но в этом году такие просмотры оказались под запретом из-за сложной эпидемиологической обстановки. И все же фестиваль состоялся. Чувашкино предоставило свою площадку. У фестиваля уже есть свой рекорд. Он стал самым протяженным по времени и территории фестивалем путешествия. И с этим трудно поспорить. Россия большая страна. Желающих посмотреть актуальное и качественное кино с каждым разом все больше. Сеансы проходят с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В программу фестиваля вошли лучшие короткометражные работы российских режиссеров, снятых за последний год. Экспертный комитет отбирает из сотен присланных 10 самых ярких работ. Фильмы, они разножанровые. Здесь и военная тематика немножко присутствует, и любовные и так далее, и так далее. Сняты они молодыми, амбициозными, талантливыми молодыми режиссерами. Фестиваль дает возможность увидеть те картины, которые обычно они не показываются в обычных кинотеатрах. В течение всего фестиваля в регионах проходит зрительское голосование. Голоса суммируются по всей стране. Победитель получит главный приз – полтора миллиона рублей на съемку собственного полнометражного фильма. Ольга Семенова, Евгений Романов, Республика. Спортсменки из Чувашии завоевали золотые медали первенства России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в эти дни во Владимире. Уроженка Ядринского района мастер спорта России международного класса Александра Козлова стала абсолютной победительницей в весовой категории 59 килограмм. В рывке воспитанница Чебоксарской спортивной школы имени Соколова показала результат 84 килограмма. Во втором упражнении толчке спортсменка подняла 101. Воспитанница этой же школы мастер спорта России международного класса Наталья Шайманова завоевала сразу три медали. Две золотые и одну бронзовую среди юниоров до 23 лет. Кстати, обе чемпионки подопечные заслуженного тренера России Геннадия Иванова. Честь нашей республики на первенстве страны еще будут отстаивать кандидаты в мастера спорта Денис Никитин, Андрей Куюков и Артемий Перцев. Это главные новости четверга. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова